18 марта состоятся выборы президента России. В этот же день нам предстоит выбрать общественные территории для реконструкции по программе «Комфортная городская среда». Приходи на участки для голосования, выбирай лучший проект и голосуй за развитие БИСК. 2017 год. На территории Российской Федерации стартовала программа создания комфортной городской среды. Алтайский край и город БИСК активно участвовали в данной программе. Всего эта программа рассчитана до 2022 года. В прошлом году в России на реализацию федеральной программы «Комфортная городская среда» было выделено 20 миллиардов рублей. 567 миллионов было направлено в Алтайский край. БИСКу досталась львиная доля – 133 миллиона. Благодаря этой программе в 2017 году мы благоустроили 88 дворовых территорий и две общественные территории. В этом году объем финансирования практически остается на прежнем уровне. В 2018-м «Наукоград» получит 123 миллиона рублей. Одно из новшеств этого года является открытое рейтинговое голосование по определению общественных территорий, подлежащих ремонту по проекту «Комфортная городская среда». Так, с 16 января по 8 февраля проходил первый этап голосования, который заключался в приеме заявок от населения с предложением о необходимости ремонта той или иной общественно значимой территории БИСКа, парка или сквера. В массовых общественных местах были размещены 4 урны для приема заявок с голосами. Своё мнение выразили более тысячи жителей. По итогам, которые подводила специально созданная комиссия, бийчане отдали предпочтение нескольким общественным территориям. Это о третьей очереди Петровского бульвара, зеленой зоне в районе Вечного огня и бульвару имени Вали Максимовой. Это абсолютно правильное решение, потому что у каждого горожанина в городе есть своё место, где он проводит своё свободное время, отдыхает с семьёй. И именно эти точки должны быть благоустроены и быть поддержаны в надлежащем состоянии для приятного времяпровождения горожан. И именно с этой целью 18 марта в БИСКе пройдёт рейтинговое голосование, по результатам которой только две территории из трёх будут подлежать ремонту в 2018 году. Проектно-осметная документация по всем объектам уже есть. В ходе подготовки специалисты провели осмотр общественных территорий. В ходе осмотра было установлено, что пешеходные дорожки находятся в изношенном состоянии. Очень мало скамеек и урн, много тёмных зон. Необходимо провести омолаживающую обрезку деревьев, кустарников и восстановить зелёные зоны. Кроме того, в городе появятся новые объекты. В рамках реализации программы формирования современной городской среды на территории муниципального образования города БИСК на 2018-2022 годы было принято решение закончить работу на бульваре Петра I по замене асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек с заменой покрытия на брусчатку. Запланирована работа по реконструкции городского фонтана, придание ему нового облика. Так как на территории бульвара проходят городские массовые мероприятия, проектом предусмотрена установка стационарной сцены. Запланирована работа по установке скамеек для отдыхающих, установка достаточного количества урн для предотвращения загрязнения территории бульвара. Также на Петровском бульваре будут проведены работы по модернизации освещения. На бульваре имени Вали Максимовой запланирована замена асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек. Здесь установят новые скамейки, урны, освещение, появятся новые зеленые зоны. На зеленой пешеходной зоне на перекрестке улицы Советской и переулка Гелева планируется разбить новый сквер. По мнению Бенчан, это знаковое место. Оно граничит с мемориальным памятником воинам-бенчанам, где проводится большое количество массовых мероприятий. Только на Параде Победы через этот перекресток проходят десятки тысяч горожан. Также перекресток является своего рода воротами на входе в историческую часть города. Исторически на этом месте размещался западный бастион Гбийской крепости, планировки конца XVIII-I половины XIX веков. Проект «Сквера», инициатором которого выступила общественная организация ветеранов здравоохранения Бийска при поддержке историков-краеведов, предусматривает установку скамеек, клумб, фонарей освещения, дорожек, а также инсталляции на тему истории города. Центральное место, согласно проекту, займут пушки Бийской крепости, которые сейчас находятся в сквере памяти павших на боевом посту у здания полиции. 18 марта – это новая точка отчета в развитии города Бийска. 18 марта – это выборы президента Российской Федерации. 18 марта – это и день, когда будет проходить общественное голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в городе Бийске в 2018 году. Надо быть уверенным, что государственные программы будут продолжены в ближайшем будущем, а не в той или иной степени затрагивают каждого из нас. Приходите на выборы 18 марта. Голосуйте за наше будущее. Наше будущее в наших руках. Восемнадцатого марта состоятся выборы президента Российской Федерации. В этот же день нам предстоит выбрать общественные территории для реконструкции по программе «Комфортная городская среда». Приходи на участки для голосования, выбирай лучший проект и голосуй за развитие Бийска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова